МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Состоялась всероссийская онлайн-конференция «Год науки и технологий, секулярный мир и религиозность». Территория достижений в Центре культуры ДОСОГО 5 вне прошел конкурс среди команд подразделений ядерного центра. В хоккейные выходные юношеские команды ПФО скрестили клюшки в Ледовом дворце. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 октября начнется индексация заработных плат сотрудникам бюджетных организаций. Однако она коснется не всех работников, а только ряда россиян. В октябре зарплату повысят следующим категориям бюджетников. Сотрудникам, которые работают в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в других организациях. Однако увеличение зарплаты не стоит ожидать сотрудникам сфер, озвученных в майских указах президента России. К ним относятся медицинские работники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые и другие. Для этих россиян зарплата традиционно индексируется с 1 января. Размер прибавки к зарплате зависит от региона проживания и сферы деятельности россиянина. Субъекты страны могут самостоятельно определять объем индексации, однако он должен быть не менее показателя, установленного на федеральном уровне. Кроме того, бюджетникам в обязательном порядке проиндексируют все выплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада. Например, прибавку за работу в неурочное время. К 20-летию создания кафедры теологии СРФТИ в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето-2021» состоялась Всероссийская онлайн-конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность». Подробности далее. 20 лет на базе СРФТИ работает кафедра теологии. В честь этой даты в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето-2021» прошла Всероссийская конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность». Секция «Диалог науки и религии» прошла в стенах Духовно-научного центра Саровского монастыря. Возглавил секцию настоятель обители Игумен Никон. За круглым столом студенты физико-технического института и представители духовенства поговорили о том, как соотносятся такие понятия, как религия и наука. Есть ли у них точки пересечения? Также собеседники обсудили и важные философские вопросы. Я для себя нашел много новых вопросов на, казалось бы, какие-то простые для себя понятия. И даже самое простое взять то, что мы живем в таком сложном и разнообразном мире, но на самом деле в нем все связано, такие вещи, как наука и религия. Тема круглого стола не оставила студентов равнодушными. Учащиеся дискутировали, обсуждали и задавали Игумену все интересующие вопросы. На живых и понятных примерах председатель секции объяснял, как связаны научные и религиозные знания. В чем ребят привлекла, наверное, тему больше, то, что они получают лишнее образование, связанное с наукой. И у многих до сих пор есть впечатление, что наука и религия – это все-таки немного разные стороны, расходятся понятия. Но тем не менее, сегодня у нас на секции дали понять, что наука и религия, они, наверное, не то чтобы разные, они, наверное, дополняют друг друга. В конференции «Год науки и технологий, секулярный мир и религиозность» приняли участие как саровчане, так и представители из Лондона и Кембриджа. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 6 миллионов 300 тысяч рублей выделят субъектам малого и среднего бизнеса в Сарове. Решение о предоставлении 40 субсидий подписал глава города Алексей Сафонов. Поддержка направлена на компенсацию затрат на обучение сотрудников, участие в выставках, приобретение оборудования, контрольно-кассовой техники и сертификацию продукции. С 1 октября стартует прием документов на получение компенсации первого взноса по договорам лизинга. Более подробная информация по телефонам 992-62 и 992-63. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 октября на карту МИР начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом. Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Оформить карту МИР должны родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Сделать это можно в любом банке. Поисково-спасательный отряд «Волонтер» приглашает всех, кто хочет подробнее узнать о работе отряда и вступить в ряды поисковиков, навстречу в молодежном центре. Она состоится 29 сентября в 19 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе «ПСО «Волонтер» Саров ВКонтакте». Более подробные информации по телефону 8 910 793 2723. Памятник Максиму Горькому вернули на пьедестал. В июне его демонтировали на время ремонта фундамента. Скульптура была установлена в нашем городе в 1959 году. Ее изготовил из листовой меди скульптор Павел Кеник. Постамент выполнили по эскизу главного архитектора города. Раньше памятник располагался на Монастырской площади. В августе 2001 года его перенесли и установили перед Дворцом детского творчества на проспекте Ленина. Энергичные, талантливые, смелые и креативные. Семь команд подразделений ядерного центра боролись за победу в конкурсе «ВНИЕФ. Территория достижений». Творческие номера на суд-жюри они представили на сцене Дворца культуры. Подробности в следующем репортаже. И наш молодежный конкурс «ВНИЕФ. Территория достижений». Объявляю открытым. Зал провожает команды бурными аплодисментами. Начинается первый этап конкурса «Визитка», тема которой мы достигли ради мира. Задача каждой команды в произвольном жанре рассказать о достижениях, истории и лучших людях своего подразделения. С экскурсию по нашему замечательному заводу перед вашей производственной практикой. Поэтому давайте-ка ходим за мной, все запоминаем, я буду проверять. Яркие костюмы, искрометные шутки, пародии и даже путешествия во времени. Команды городообразующего предприятия соревновались в креативности и актерском мастерстве. Среди опытных участников нашлись и те, кто решился проверить силы в этом конкурсе впервые. Я участвую впервые, есть более опытные ребята, которые нам рассказывают, как это было раньше, может быть, где-то что-то корректируют. И поэтому я думаю, что у нас как раз такой симбиоз опытных людей и тех, кто только начинает свой путь во Внеев. Поэтому такая энергия молодости, которая подкреплена опытом. Команда управления «Ядрёный», «Лесник», «Классная зона», «Авангард» заводила и смузи. За победу в конкурсе боролось семь команд. Следующий этап был музыкальным. Его тема – «Внеев территория достижений». Регламент обоих испытаний до пяти минут. Общая тематика выступлений посвящена 75-летию городообразующего предприятия и достижениям подразделений. Конкурс проводят ежегодно, и для профсоюза он уже успел стать доброй традицией. Меняется сама территория мероприятия. В юбилее профсоюзной организации к 70-летию была территория солидарности. Когда мы хотели сдружить ребят из разных регионов, мы проводили территорию дружбы. И была также территория успеха, территория красоты. По итогам выступления каждая команда получила награду в отдельной номинации. Гран-при конкурса взяли за водилы. Анна Пилипец, Евгения Живцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. За прошедшую неделю на улицах города произошли 8 аварий. 22 сентября на перекрестке Раменской и Березовой водитель автомобиля МАЗ сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Подробности в следующем репортаже. 8 ДТП произошло в Сарове за прошедшую неделю. Одно из них зафиксировано на перекрестке улиц Березовая и Раменская. ДТП пострадал пешеход. Сейчас он находится в реанимации с множественными повреждениями. ДТП это было 22 числа на перекрестке Березовая и Раменская. Водитель грузовой автомашины при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, переходящему правильной часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. За 8 месяцев в Нижегородской области выявлено 794 ДТП с наездом на пешеходов в темное время суток. В связи с такой статистикой сотрудники ГИБДД запустили акцию «Засветись». Она направлена на то, чтобы информировать людей о необходимости светоотражающих предметов. Тем более это стало актуально с наступлением осеннего периода. То есть темнеет рано. Сотрудники во время этих мероприятий занимаются разъяснением разъяснительной работы с пешеходами о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов. Тем более, чтобы эти элементы обязательно были у детей. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД выявили трех водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Правила перевозки детей нарушили шесть водителей. Четырнадцать автолюбителей нарушили требования ОСАГО. Игры первенства ПФО среди юношей до 13 лет состоялись в Ледовом дворце в выходные. ХК «Саров-2009» принимал на своем льду хоккейный клуб «Рубин-2009» из Кузнецка. Подробности в следующем репортаже. Спортивный азарт и юношеская энергия дали взрывной результат. Ни один период не обошелся без удалений. Каждая команда старалась найти слабое место противника и реализовать как можно больше голевых моментов. Наши соперники сегодня «Рубин-Кузнецк». Довольно-таки неплохая команда, но выигрывать можно, только тактически. Потому что если начнем их душить, то они потеряются и начнут волноваться. В первом периоде саровчане не смогли сдержать напор соперников и пропустили в свои ворота три шайбы. В перерыве ребята вместе с тренером обсудили ошибки и проработали тактику на второй игровой отрезок. По совету тренера ребята укрепили защиту и усилили нападение, благодаря чему забили два гола в ворота «Рубина». Более увереннее себя стали чувствовать. Самые основные ошибки – то, что не удерживаем игроков, медленно бегаем и в основном не понимаем друг друга. Игроки «Рубина» также задаваться не собирались. Пропустив две шайбы во втором периоде, кузнечане сменили тактику, усилив в зону защиты. Ребята старались не просто победить, но создать максимальное преимущество по очкам. Надо выгрызать это время, больше забивать, реализовать свои моменты. Просто нужно играть в свое удовольствие, любить хоккей, играть по игре. В третьем периоде «Рубиновцы» забили в ворота нашей команды еще три шайбы. Саровчане не смогли сократить отставание. Команда «Рубин» победила со счетом 7-2. 27 сентября отмечают День туризма, праздник путешественников, а также тех, кто помогает нам насладиться красотой мира. Оправилась ли сфера туризма от удара, который нанесла пандемия, и куда можно отправиться в осенние и зимние сезоны саровчанам, расскажем далее. Туры в Алтай, Владивосток, Мурманск и на Байкал. Сейчас активно развивается российский туризм. Основная причина такого повышенного спроса на путешествия по России – пандемия. Ковидные ограничения нанесли сильный удар по туристическому бизнесу. Постепенно индустрия восстанавливается, но прежний уже не будет, считает Саида Бахаева. В том виде, в котором он был до пандемии, при всем моем большом оптимизме, ему потребуется все-таки время, чтобы восстановиться. Потому что страны открываются очень сложно. То есть, если мы говорим про Европу, то очень-очень сложно, с очень большими ограничениями. Все ждут Европы, Европа, к сожалению. Я очень надеюсь, что через год будет туристический бум. Ну, посмотрим. В этом сезоне саровчане предпочитают отдыхать в Турции. Перелет занимает всего три часа, и каждый может выбрать тур себе по карману. Появились также новые направления, которых не было до пандемии. В прошлом сезоне саровчане открывали для себя красоты Албании. Сейчас для путешествий открыты Куба, Мексика, Доминикана, Венесуэла. Например, в Доминикане выборочные тесты. То есть, тесты в Доминикане не нужны, так же, как и в Мексику. Но сами по себе надо понимать, это странно из-за того, что длительность перелета 12-13 часов. То есть, они сами по себе совсем дешевыми не будут. Но там ограничения минимальные. Но практически во всех странах нужно заполнять сейчас паспорт здоровья. То есть, что Турция, что Греция, что Кипр. Горящие путевки совсем скоро канут в лету. А потому путешественникам стоит подумать о своем отпуске заранее. Нередки случаи, когда стоимость отдыха существенно возрастает перед самим вылетом. Для того, чтобы не попасть в такие курьезные ситуации и подобрать для себя идеальный тур по приемлемой цене, важно обратиться к опытным специалистам. Наш эксклюзив в нашем опыте, так скажем, потому что мы пережили много кризисов, много сложных ситуаций в туризме, там с банкротством туроператоров. Вот сейчас пандемию мы проходим, я считаю, что с честью проходим. То есть, ну, плюс знание отельной базы. Я считаю, что наш эксклюзив то, что, ну, профессионализм, назовем это так. Салон путешествий «Бон Ваяж» открывает для саровчан уникальные и живописные места нашей планеты на протяжении 18 лет. Опытные профессионалы своего дела без труда подберут для вас путешествия мечты, даже если вы пока не решили, куда все-таки хотите отправиться. Подробную информацию об актуальных предложениях осеннего и зимнего сезона можно узнать по телефону 305-23-776-76 или же прийти в турагентство по адресу улицы Силки на 13. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова